Это видео будет абсолютно другим, оно будет особенным. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю вепревоколено. Я не знаю, как правильно произносить это на чешском. Если говорить украинскую мову, ЦБД звучит и так. Вепрячиколина. Но, в любом случае, это очень вкусно, как бы оно ни называлось. Но это видео будет абсолютно другим, оно будет особенным. И не только потому, что здесь будет очень вкусный рецепт, а еще потому, что сегодня, попозже, я вам расскажу такое, которое я прятал много лет даже от самого себя. Для меня это очень важно, и я с удовольствием и с большой радостью хочу перед вами раскрыться. Вепревоколено – это всемирно известный шедевр чешской кухни. Есть очень много способов, как правильно и вкусно приготовить вепревоколено. Какой же самый лучший рецепт? А какой рецепт самый лучший, как приготовить шашлык? Или какой рецепт самого вкусного борща? Или как правильно и вкусно приготовить чебуреки? Лично я понял, и я в это верю, что не бывает какого-то самого лучшего рецепта. Все рецепты хорошие, вкусные и правильные, если мы готовим с любовью. И я с удовольствием сейчас буду готовить, и я уверен, потому что я всегда уверен, когда у меня что-то вкусное получается, что это будет самое лучшее блюдо. Для того, чтобы приготовить вепревоколено, нужно знать, что это за блюдо. Это свиная рулька, приготовленная в темном чешском пиве. Есть два основных способа приготовления. Первый способ. Мы берем свиную рульку, заливаем ее вкусным темным пивом. Кстати, вы думаете, что мне так тяжело говорить? Откровения откровениями, а свои привычки нужно любить и ценить. Оператор тоже человек, хотя это и девочка. Первый способ. Свиная рулька заливается темным пивом и варится несколько часов, пока она станет мягкой. После этого достаем рульку из бульончика, ставим в духовку под гриль и делаем из нее золотистую корочку. Есть еще второй способ, и он очень тоже популярен в Чехии и во всем мире. Это когда мы берем свиную рульку, ставим ее в противень и слегка заливаем темным пивом. Накрываем фольгой и ставим в духовку на медленный режим приготовления. Это 100-110 градусов. Таким образом, сама рулька томится при медленной температуре. Она становится очень нежной, мяско очень мягкое, лишний жирок из нее вытапливается, а пивко пропитывает саму рульку ароматом пива. Поэтому, именно по второму способу сегодня я и готовлю рульку. Для этого мне нужно, конечно же, темное чешское пиво, свиные рульки. Свиные рульки я купил на рынке, они очень вкусные, настоящие, у них аромат обалденный, и они были правильно подготовлены. Видите, у них такая золотистая корочка. Если вы будете покупать именно рульки из магазина, у них кожа будет белая. Для этого, чтобы шкурка у нее была золотистая, нужно ее будет обжечь. Как правильно обжечь свиную рульку, можно посмотреть на примере того, как я обжигал свиную голову. Ссылочка вот здесь вверху. В рецепте я использую луковичку, морковку, чесночок, ягоды можжевельника, душистый перец, черный перец. И вот это... Жаль, конечно, что вы не слышите аромат, но эта травка, у нее много таких интересных, красивых названий, о которых даже люди и не слышали. Это по-грузински звучит Кандари, по среднеазиатскому это будет джамбур. А вообще эта травка называется чабир. У нее очень сильный, мощный аромат, поэтому я возьму ее буквально вот такую маленькую щепоточку, чтобы она раскрыла все вкусы и нюансы самих рулик. И горчичка. Я тру чеснок, несколько зубчиков я оставляю, и вот сюда вдоль косточки попробую немножко нашпиговать зубчиками чесночка. Сейчас я делаю насечку в виде квадратиков или кубиков на коже рульки. Глубиной не больше одного сантиметра. Это даст возможность лишнему жирку вытопиться и зайти сюда ароматом пива и чесночка и горчички. Можжевельник, душистый перец и черный перец. Именно столько пряностей я сейчас разотру в ступке. Щепотка кандари, горчица и чеснок. Солю свиную рульку. И вот так хорошо намазываю, чтобы во все разрезыки смесь зашла. Немного пива в поддон. Луковички. Перцы, которые были для фотосессии, я тоже оставляю здесь. Здесь морковки и леприво колено. Листики лаврушки. Немного можжевельника тоже кладу в поднос. Свиные рульки я ставлю в духовку, разогретую до температуры 100-110 градусов. И они там будут греться 2-3 часа. Я посмотрю, сколько по времени точно. Чтобы они не пересушивались, я весь поднос закрываю фольгой. Но не герметично, а так. Изначально я хотел приготовить это веприво колено в своей маленькой духовке. То есть это обычная микроволновка с функцией духовки. Но вот это все вместе с хорошей чугунной сковородой весило 5 килограмм. И конечно двигатель в микроволновке не смог это все прокрутить. Поэтому мне пришлось взять духовку у своей мамочки. Это вот такая обычная маленькая духовка. Сейчас я скажу то, что очень долгое время я прятал даже от самого себя. У меня есть цель. Я очень хочу, чтобы в моей жизни появился параконвектомат. Вот здесь есть для него место. Это место я приготовил уже несколько лет назад. Но до сих пор в моей жизни не появилась моя мечта и моя цель. И я теперь знаю причину почему. Раньше я думал, что то, о чем я мечтаю, никому не интересно и не важно. Но теперь я все-таки узнал секрет. Когда я очень громко на весь мир скажу о своей цели, эта цель приходит ко мне в жизнь. Друзья, я очень хочу, чтобы в 2020 году у меня появился параконвектомат УНАКС. И стоять он будет вот здесь. И чем большему количеству людей я об этом расскажу, тем больше мне даст небо, возможностей, шансов, хороших людей, хороших советов и каких-то еще вещей, которые помогут сделать мою цель реальностью. Я всем очень благодарен за то, что вы смотрите мои видео, поддерживаете мой канал, пишите хорошие и правдивые комментарии, которые позволяют мне развиваться и готовить вкуснее и лучше. Я никогда не мог себе сказать, что я хочу, чтобы какое-то из моих видео получило 1 миллион просмотров. Я не знаю почему, я очень боялся этого. И я даже до сих пор сейчас боюсь это сказать вслух. Потому что мне кажется, что все-таки то, что я делаю, это некачественно, неинтересно и непрофессионально. Но я говорю, друзья, мне очень хочется, чтобы именно это самое простое видео, но то, в которое я вложил всю душу, я полностью раскрыл все свои мысли перед вами, чтобы это видео получило 1 миллион просмотров. Конечно, в 2020 году. Веприво колено. Оно уже приготовилось. Я очень надеюсь, что оно такое же вкусное, как и красивое. Обычно к этому шикарному блюду идет гарниром вот такая красивая тушеная капуста. Очень вкусно. И, конечно же, настоящее темное чешское пиво. Я очень быстро отрежу кусочек, потому что все-таки мне кажется, что когда я очень долго дегустирую и кушаю, это никому не нужно. Поэтому мы просто попробуем, как мяско приготовилось. Вот такое оно прекрасное, сочное внутри. Так. Горяченькое. Упал. Еще одно отрежем. Пахнет настоящей свининой. Я так соскучился по аромату свинины. И я купил ее на рынке. Это настоящая домашняя свинка. Мяско. Мяско очень мягкое, нежное. Попробуем жирок. Жирок прекрасный, в горячем виде, замечательном. И капусточки. Пушиная капуста. Друзья, большое вам спасибо, что посмотрели меня, послушали. То, что у меня очень сильно-сильно мне хотелось с вами этим поделиться. Я так воодушевлен. Поэтому ставьте, пожалуйста, вот такие, как всегда, огромные, жирные лайки. Пишите комментарии, что вы думаете об этом видео и обо мне. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И пусть это видео наберет миллион просмотров. И помните, кухня это самое спокойное место.